Я думаю, что тут имеет факт то, что у психологов, у психиатров, у врачей, называется канализация агрессии. То есть у любого человека накапливается какой-то груз, то, что принято называть негативом, а выход надо найти. Кто-то находит, кто-то занимается спортом, допустим. Там не выходит агрессия, нет, ты просто тратишь силы, у тебя не остается вот этих отрицательных эмоций, да, ты наоборот получаешь положительные, они сжигают отрицательные. Кому-то ли не спортом занимается, у кого-то нет хобби, он заходит в интернет, я называю этих ребят виртуальные ковбои, да, и вот он только ищет, на кого бы нарваться, с кем выяснить отношения. И вот он там сидит у монитора, пыжится, краснеет и так далее, заканчивается тем, что, да, к тебе сейчас приедут, там, если в другом городе, тебе там приедут пацаны сейчас и так далее. На самом деле это детский сад, которым очень часто занимаются взрослые люди. Просто я эти примеры видел, я эти примеры знаю, да, когда человек добрый в душе, в повседневном общении, абсолютно душка для всех, и для девушек он хороший, и для ребят он друг прекрасный, и для родителей он тоже просто лучший сын. Появляясь в интернете, он начинает себя вести как какой-то монстр, вот показать себя хуже, чем я есть и так далее и тому подобное. То есть, на мой взгляд, это не связано с какими-то политическими процессами, там, допустим, со сложными отношениями между Украиной и Россией. Нет, такая категория людей. Просто с появлением интернета это начало, естественно, проявляться, да. Когда на улицу ты не выйдешь, многих не хватит смелости, чтобы подойти, там, допустим, первым встречным, дать в голову, да, и последствия могут быть самыми разнообразными, да, от уголовной ответственности до такого уже удара в голову, да. То есть, поэтому, ну, стоит на это обращать внимание или нет, я не знаю, честно говоря. То есть, я вот наблюдал за такими людьми, но меня они вызывают смех, вот именно над этими виртуальными ковгоями. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Я начал пользоваться интернетом еще на, как принято говорить, на заре его появления, да, поэтому я насмотрелся там. И социальные сети, они, естественно, кстати, ну, являются, как и любой социум, в них присутствуют самые разные слои, да, то есть, поэтому для меня ничего удивительного в этом нет. Вот. А как регулировать? Человек должен сам себя регулировать, если он, ну, все мы детев какой-то, на немногу, просто надо иногда эту кнопочку вот этого детства узнать, когда и где выключить вот это все. Самоконтроль.